Привет YouTube, привет сообществу! Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале одна из самых востребованных серий японских ножей. Яксель Zen на тесте и обзоре. Этот третий тест ножей Яксель на канале. Также был обзорный материал о компании. Все ссылки будут в описании, обязательно ознакомьтесь после просмотра, это интересно. И сегодня я бы хотел немного подробнее остановиться на стали VG-10, на её особенностях и нюансах. И давайте с этого начнём. К слову, в описании есть тайм-коды. VG-10 — это нержавеющая сталь производства компании Takefu , и любопытные нюансы начинаются практически сразу. Сейчас будут некоторые цифры, будет немножко перегиб с информацией, но поверьте, вот это исключительно фактурно покажет, где, кто и как находится в плане ножевой индустрии и сталилитейной индустрии. Итак, есть такая компания ArcelorMittal. Считается крупнейшей в мире сталилитейной компанией с потенциальной долей рынка в 10%. Выручка компании индийского бизнесмена Lakshmi Mittal составляет порядка 55 миллиардов долларов в год. В ArcelorMittal работает почти 170 тысяч человек по всему миру. И вот давайте это зафиксируем. 10% рынка, 55 миллиардов и 170 тысяч человек. Есть ещё одна компания, более знакомая ножевому миру — Carpenter Technology. Одна из лучших стали на ножах Cal Steel, CTS XHP — это именно Carpenter Technology. Carpenter Technology — тоже крупная и тоже публичная компания. Чуть больше 2 миллиардов долларов выручки и чуть больше 5 тысяч человек в штате. Разумеется, одна из самых востребованных компаний для прогрессивного ножевого производства — это компания Crucible из города Сиракьюс, Соединённые Штаты Америки. Здесь нет цифр выручки, нет цифр доли рынка, но по определенным данным в Crucible работает 550 человек. И вот у меня для вас мини-викторина. Как по-вашему, какие цифры нас будут ждать, когда мы начнём говорить про компанию Takefu, разработчика таких сталей, как VG10 и SG2? Сколько человек работает в такой организации? Я напомню, друзья, лидер отрасли — это 170 тысяч сотрудников и 10% рынка. Сколько же работает в Takefu? 50. Да, вы не ослышались. В компании, производящей, возможно, самую известную японскую сталь, работает 50 человек. Если быть точным, 52. На мой взгляд, это исчерпывающая характеристика для индустрии в целом. Запомните эти цифры, мы к ним ещё будем возвращаться в будущих материалах, а пока продолжим. И действительно, малый объём занятости и не самый крупный производственный пул — это реальность ножевой сталелитейной ниши. Меж тем, ситуацию нужно понимать верно. Вот сама по себе выплавка стали — это лишь малая часть всего цикла производства стали. И компании Takefu ничего не мешает размещать заказы на любых более крупных предприятиях. Более того, в конечном счёте, именно такая схема может давать на среди более дешёвое сырьё. Мы для себя вынесем простой и интересный вывод — одна из самых востребованных сталей на ножевом рынке, плод деятельности небольшой, но толковой компании из Японии. Сталь VG10 имеет следующий состав. Чуть больше процента углерода, аналогично по молибдену, почти 16% хрома, немного ванадия и 1,5% кобальта. Подобный состав позволяет хоть очень грубо ставить её в один ряд с такими сталями, как CPM-154, RVL-34 и ATS-34. И если ATS-34 производства Hitachi уже практически не встречается на ножах за пределами Японии, то CPM-154 и RVL-34 применяются активно и по сей день. И CPM-154, и RVL-34 — это порошковые стали. Состав у них очень и очень близок, поэтому давайте для простоты дальше я буду сравнивать VG10 и CPM-154. Именно благодаря идентичному количеству углерода и практически идентичному количеству хрома в составе, 154-ка и VG10 стоят рядом и постоянно сравниваются. При этом поклонники VG10 упирают на кобальт в составе, а адепты 154-ки парируют молибденом. Но справедливо ли это? На самом деле вопрос исследования лигирующих элементов в конкретных сталях — это практически всегда, ну скажем так, очень условная тема. Да, есть некие данные общего уровня. Есть. Скажем так, нечто фундаментально базовое. Но нужно понимать вот что. Конкретное исследование тех или иных лигирующих элементов в конкретных сталях — это всегда вопрос коммерческий, а потому в свободном доступе практически не встречающийся. Что мы знаем про молибден и кобальт в качестве лигирующих элементов? Про молибден много разных упоминаний, в их числе рост прочности стали, рост ударной вязкости и, возможно, это все правда. Однако основная функция в базе у молибдена — это коррозийная стойкость и, во вторую очередь, лучшая прокаливаемость. То есть добавление молибдена в состав упрощает термообработку и делает сталь менее ржавучей, что, разумеется, хорошо, но кобальт — это другая история. В 2018 году в университете города Упсала, Швеция, группа студентов опубликовала статью о работе кобальта в сталях. И вы скажете, вот бы еще в 2021 году ссылаться на рефераты в обзорах. Ну так-то оно так, не поспоришь. Только вот руководитель того проекта — это инженер из компании Sandvik Karamat, а материально-техническую базу для исследования предоставляла компания Aerostel. Согласно исследованию, кобальт увеличивает прочность стальной матрицы, меняет микроструктуру мелких карбидов и, как итог, повышает красностойкость и стойкость к отпуску стали. Для нас на практике это дает более высокую остроту, и для производителя большие допуски температур в производстве ножей. Поэтому напрямую сравнивать VG10 и CPM154 нельзя. Я, вы знаете, испытываю некий скепсис на тему легенды, дескать, VG10 специально разработана для ножей. Но одно точно не подлежит сомнению. Японские специалисты отработали технический протокол стали VG10 на очень высоком уровне и прекрасно раскрывают ее потенциал. Мы с вами неоднократно говорили, что сталь на клинке — это всего лишь цифры и буквы. Реальным ножом и реальными преимуществами эти буквы становятся только в руках умелого производителя. Японский цикл производства кухонных ножей стали VG10 — это хороший пример того, в какую сторону надо работать. Результаты тестов Зена перед вами. И если вы на канале новичок, вас может удивить работа кухонного овощного ножа по канату. Давайте я кратко поясню. Смотрите, один из важнейших критериев по выбору ножа для работы — это его производительность. Это очевидно. Но как понять, насколько производительности того или иного ножа хватит для вас? Отвечаю — никак. Это можете понять только вы. А вот что понять можно и что понять полезно, так это насколько один нож работает лучше другого. И вот на это отвечают тесты. Тесты, которые я делаю, сравнительные. В моих тестах все ножи работают в одинаковых условиях. В этом вся суть. Подробно о тестах можно почитать и посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Так вот, о тестах. Яксель довольно уверенно начинает спорить с компанией Zero Tolerance за звание скучнейшего производителя. Ну, разумеется, для тестов. Работа очень-очень стабильная. Стойкое ощущение повторения теста Яксель Мон. Но разница все-таки была, и вот о ней чуть позже. Точилась VG10 на Якселе хорошо, как обычно. Острота комфортная, заусенец ровный, плотный, в рамках. Заточка японца, как обычно — это исключительно приятный процесс. И рукоятка традиционная для Якселя — обыгрывание бочкообразной формы. Отсюда, собственно, нормальное поведение на тесте, вполне типичное для такого ножа. И, как я уже сказал, тест серии Zen очень похож на тест серии Mon. За небольшим исключением. Клинковая часть серии Zen — это VG10 в обкладках из Дамаска, обработка молотом Tsushima и полировка. И вот последние два компонента, на мой взгляд, и сыграли положительно в тесте. Вообще, вокруг обработки молотом Tsushima ходит тоже очень-очень много легенд. Дескать, это улучшает отвал, уменьшает прилипаемость и вообще очень полезная штука. Вот что здесь нужно знать? Ну, во-первых, нет понятного происхождения. Никаких реальных данных, откуда конкретно появилась обработка молотом, и почему она появилась — нет. Есть довольно стройная теория, с которой соглашается плюс-минус большинство специалистов. Вы знаете, японский ножевой мир обильно представлен дешевыми кухонными ножами из углеродистых сталей, с простыми деревянными рукоятками. Таких ножей великое множество. И в большинстве своем это расходный материал на профессиональной кухне. И вот на таких ножах следы ковки — это норма. И таких ножей огромное количество. Добавьте сюда туризм, добавьте сюда экспорт аутентичности и прочее, прочее, прочее. Вот в погоне за некой аутентичностью, за более интересным внешним видом, все больше и больше мастерских начинали делать такую обработку клинка — обработку электрическим молотом. А уже впоследствии на практике выяснилось, что обработка электрическим молотом вкупе с машиной полировкой действительно улучшает отвал и действительно снижает прилипаемость продуктов. Нет, разумеется, продукты сами в миску не прыгают. Речь именно про улучшения. В сущности, подобная обработка представляет из себя вариацию на тему воздушных карманов, ну или грантонов. И уже существенно позже вся совокупность-то и привела к появлению молота Цушими на более дорогих сериях разных производителей. Зен именно ударный продукт компании Яксель, и поэтому стоимость ножей серии Зен не шокирует людей. Серия Зен с момента появления эволюционировала несколько раз, немного менялась форма рукояти, были небольшие изменения в геометрии разделочного ножа. Яксель довольно успешно соединяет привычную западную форму с японским железом. И разумеется, серия Зен развивалась во многом за счёт новых ножей в линейке. Если такая форма, как Кирицуки, например, становится уже привычной для разных линий, вот то наличие маленького Сантоуку в серии до сих пор явление не самое частое. Яксель это грамотная компания, а потому она в курсе, что Сантоуку одна из самых популярных форм ножей у женщин. Но далеко не каждой хозяйке на кухне нужен нож Сантоуку в 160 мм, и уж тем более в 200 мм. Яксель это прекрасно знает. И в серии Зен наряду со слайсером в 25 см есть Сантоуку с длиной клинка в 125 мм. Вообще, то, как именно Яксель относится к своему клиенту, очень хорошо иллюстрирует история про точилку. История необычная, как-нибудь я её расскажу. По итогу серия Зен это классический пример кухонного ножевого бестселлера. Яксель не сделал ультимативно лучшую серию своих ножей. Или ультимативно лучшую серию ножей вообще. Нет, Зен зарабатывает своих клиентов именно совокупностью формы, насыщенностью серии, качеством металла и клинка, и что немаловажно, спокойной ценой. Зен будет своеобразной рэперной точкой, некой точкой отчёта для всех интересующихся японской кухонной концепцией. Не факт, что именно вам подойдёт эта серия, но подержать её в руках и сравнить необходимо. Вот это факт. Отвечу ещё на самый распространённый вопрос в мою сторону касательно ножей Яксель. Вот насколько, что называется, хватит VG10 и насколько лучше SG2? То есть буквально речь идёт между сериями Zen, Run и Go Supergo Y Supergoo. И отвечу словами моего друга. VG10 у Якселя более чем достаточно. А вот что касается SG2, то поработав на таком уровне обратно уже не захочется. И вот под этим я могу смело подписаться, особенно после морковки. Ссылка на морковку тоже будет в описании. Вот такой, друзья, материал. Если он вам понравился или был полезен, с вас лайк, подписка и колокольчик. А также отправьте видео своим друзьям. Если же видео вам не понравилось, посмотрите другие мои видео, они вам точно понравятся. До новых встреч и пока! Вот скажи, Арсений, ответь мне на вопрос, не томи. Я понимаю, да, сена твоя жизнь. Но ведь согласись, вот любопытно, вот то самое исследование шведских студентов, так называемых, да, там мякотка-то в чём? Да, не в кобальте. Нет. Ага. А именно. Да-да-да-да-да. Чем кобальт заменить? И верно, да. Не обе лучший потенциальный кандидат. Чего? Чего-чего? Ты говоришь, VG10 режет лучше, потому что твёрже? Ух ты, ах ты. А что мешает делать твёрже не VG10? Вот тебе, Арсений, информация к размышлению. Вот ты мне скажи, пожалуйста, какая в обществе нормальная твёрдость для 154-ки, например? 58 единиц, ты прав, да? А вот такой же вопрос, ну, про RVL34. И опять ты прав. 62-64 единицы по роквиллу. А вот теперь вопрос на миллион долларов. А в чём отличие с EPM-154 и RVL34? То-то и оно.